Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о напоминаниях. Итак, что такое напоминания? Напоминания нужны для того, чтобы напомнить вашему получателю о том, о чем вы хотите ему напомнить. То есть, послать, например, письмо и напомнить ему о том, что на него надо ответить или произвести какие-то действия. Как это можно сделать? Давайте начнем с того, что напоминания эти хорошо работают только в случае наличия у вас сервиса Exchange, то есть основного базового сервиса для использования Microsoft Outlook. То есть, вам необходима учетная запись, которая привязана к сервису Exchange. Например, если у вас есть, как и у меня, обычная IMAP учетная запись, в нем напоминания не будут так полноценно работать, как при наличии Exchange учетной записи. Вот, например, у меня есть такая вот учетная запись Outlook.com на сервисе Office 365. Как же проверить, ваша учетная запись имеет подключение к Exchange или нет? Мы идем в файл, настройка учетных записей, и видим здесь, что Mail.ru – это у нас IMAP учетная запись, Outlook Secrets – это у нас Exchange. То есть, все дальше мы будем рассматривать на примере учетной записи Exchange. Перейдем во входящий. Итак, вот я, например, хочу напомнить себе о каком-то письме. Прореагировать на какое-то письмо мне надо. Например, вот на это. Здесь, вот как вы видите, есть флажочек. Его можно возвести или убрать. Если щекнуть правой кнопкой мышки, то также здесь есть «Добавить напоминание» пункт. То есть, вы можете сами себе поставить какую-то пометку для сведения, например. Например, мы хотим сегодня себе напомнить в 13.00 о том, чтобы с этим письмом что-то сделать. И вот вы видите, что появился здесь вот колокольчик, а вот здесь появился такой пункт для сведения. Мы должны будем как-то прореагировать на это письмо. Этот флажочек также есть вот здесь на панели. Совершенно то же самое делает. Ну что, мы поставили себе напоминалку. Теперь пойдем дальше. А как поставить напоминание вашему получателю или группе получателей? Создадим новое письмо. Напишем в его группе. У нас есть такая группа. Коллеги по работе. Как работать с группами контактов. Смотрите, по подсказочке вот здесь сейчас появится. Мы отправим им письмо. Напоминание. И напишем какой-то текст. Вот, видите, наша напоминалка уже нам выскочила. То есть это работает. В случае с коллегами, как нам сделать так, чтобы они не забыли. Вот здесь есть флажочек к исполнению. У него первая секция вот этих вот флажков, она как бы для вас. А вот добавить напоминание, она для ваших получателей. Здесь вот есть специально для этого пункт. Пометка для получателей. Например, мы хотим, чтобы они ответили нам 31 января. Ну нет, давайте 1 февраля, она скажем до 16.00. И вы видите, что после отправки этому сообщению будет добавлена отметка. Следующее содержание. То есть адресаты получат запрос с напоминалкой. В определенное время она у них всплывет. Так это работает. Но при этом мы также не забываем, что напоминание можно установить у себя в календаре. Вот у нас основной календарь нашего Outlook. Ударим лишние встречи. Если мы поставим какую-то встречу на определенное время и скажем, что нам нужно напомнить об этом за 5 минут до начала встречи. Например, у нас здесь вот 13.07. То как только подойдет время этой встречи, вот мы получили напоминание. То есть можно несколькими разными способами напоминать себе и коллегам о том, что что-то нужно сделать. Себе вы можете поставить флажочек с указанием какой-то даты и времени. А коллегам вы можете отправить письмо с флажком, который им напомнит о том, что что-либо нужно сделать, либо ответить. Обязательно поставьте вот здесь время. Таким образом можно раздавать поручения и контролировать их. Уважаемые друзья, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Было приятно с вами пообщаться. Всего доброго!